Действия Израиля в ходе конфликта вышли за рамки самообороны. Такое мнение выразил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль-Саудом. «Китай готов сотрудничать с Саудовской Аравией и другими арабскими странами для урегулирования кризиса и возвращения к формуле мирного сосуществования двух государств», – заверил дипломат. Аль-Сауд, в свою очередь, также выразил глубокую обеспокоенность Палестино-Израильским конфликтом и осудил атаки на гражданских лиц. Кроме того, он призвал оказать гуманитарную помощь жителям Газы и раскритиковал требования Израиля к жителям сектора эвакуироваться на юг. «Разрешение Палестино-Израильского конфликта невозможно без независимого палестинского государства», – подытожил глава Саудовского внешнеполитического ведомства. С этим утверждением согласны и в Китае. На Ближнем Востоке сейчас работает спецпосланник правительства КНР Джай Дзюнь. «Основная причина Ближневосточного конфликта в том, что давнее стремление Палестины к независимости не было реализовано. Выход заключается в реализации решения о создании независимого государства Палестина и достижении мирного сосуществования Палестины и Израиля». С начала нынешнего этапа Палестино-Израильского конфликта китайская сторона поддерживает контакты и координирует усилия с заинтересованными сторонами, подчеркнул Джай Дзюнь. «Все цивилизованные страны требуют прекратить огонь и насилие, осуждают действия против гражданского населения и ожидают возобновления ближневосточного мирного процесса». Китай также призывает мировое сообщество предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе и способствовать началу мирных переговоров.